Иисус Просто простирайся сейчас каждому, Господь, каждому сердцу. Гордость нашу, Господь, сокруши своей любовью, Господь, и покрой все своей милостью. Всякий грех, Господь, просто будет покрыт Твоей милостью, Иисус. Мы просто забываем все прошлое, Господь, потому что Ты забыл, Иисус, и простирайся вперед, Господь, к новым Твоим благословениям. В Тебе лишь только благословение, в Тебе, Господь, благословение, в Тебе, Господь, мир, удовлетворение, счастье, Иисус, доброта. Господь, мы любим Тебя, мы любим, и сейчас Твое присутствие, Иисус. Господь, мы любим, и сейчас Твое присутствие, Иисус. Ты сокрушил любовью, милостью, Сделай ты все новым сердце Твое, Любви поток, любви поток, Бесконечный, Моя прошлое, простираюсь я вперед. Лишь в Тебе все новое, Ты моя надежда, Бог, всегда моя надежда. Все мои победы я сложу Твоим вновь, Иисус. Лишь в Тебе, мой Отец, лишь в Тебе все новое, но... О, Иисус, мы славим Тебя, благодарим Тебя, Ты чудесный, Ты великий, Ты прекрасный, Господь. Нет Тебе подобных, Иисус, нет Тебе, Господь, чтобы могло сравниться с Тобой, Господь. Чтобы могло, Господь, просто хоть на чуть-чуть быть что-то рядом с Тобой, ничто, Господь, не сравнится. Не будет на одном ряду с Тобой, Господь, потому что Ты недосягаемый. И мы будем петь вечно, вечно любви Твоей. Вместе с ангелами вечно будем стоять, Господь, и петь Тебе на престоле, сидящей и смотрящей на всех нас, Господь. Царь славы. Расслабим Тебя, Иисус, прими нашу голову. Расслабим Тебя, Иисус, прими нашу голову. Божий Сын. Иисус, прейкрасен Ты, в величестве, мне Тебе подобных. Иисус, прекрасен Ты в величестве, мне Тебе подобный. Иисус, прекрасен Ты в величестве, мне Тебя 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 подобный. потому что ты тоже любишь. Ты всегда, Господь, стремишься благословить нас, всегда стремишься простить, всегда стремишься идти дальше благословить нас новым, чем ты. Господь, мы благодарим тебя за твое величие, за твое прекрасное доброе сердце, за твое, Господь, просто всемогущий, всемогущество Господь. Мы любим тебя, мы увеличаем тебя, наш Небесный Отец. Прими, прими любовь, прими хвалу, прими хвалу сердца, Господь. Тебе вся честь и слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь, аминь. Давайте прославим нашего Иисуса. Иисус достоин. Аминь, аминь. Аминь. Благослови того, кто находится рядом. И я приглашаю сюда сейчас кого-то. Слава Богу. Знаете, как-то я помню, было какое-то служение. И я не знаю, но как-то так по мне, по сердцу, по духу, что часто, когда идет прославление, я молюсь. Может быть, я иногда часто пропускаю вот эту хвалу, которую я должен как-то спеть. Но, не знаю, часто так бывает. Я запомнил один раз такое было, что я как бы думал о том, что, знаете, хочется как будто бы оказаться в толпе поклонников Божьих. Чтобы нас было куча, чтобы, знаете, прям толпа. И, знаете, вот, например, сейчас, если вы закроете глаза, вы поймете, что, в принципе, нас не так много. Но если бы вы оказались в стадионе, и так же все бы молчали, и так же бы закрыли глаза, все равно бы ощущалось вот этот народ, куча людей. И я помню такое, как маленькое видение у меня было, что как будто бы куча-куча людей из разных времен славят Бога. И я помню, что такое было, как шум. И, как бы, знаете, такое, как ободрение было, потому что я думал тогда, что, ну, как будто бы чего-то не хватает, как будто бы нас мало, и мало даже не то, чтобы здесь и сейчас, а мало просто как будто бы Бог — это такая большая драгоценность, да? А почему весь город здесь не стоит сейчас? А почему вся Эстония не стоит там, знаете, каждую пятницу или каждое воскресенье? А почему, где они все, куда они потерялись, если, ну, это такое огромное сокровище? И когда, ну, я это так вот увидел, это было таким ободрением, и это было так классно, как будто бы, знаете, я оказался вот где-то, где, ну, не здесь. Это просто люди были из разных времен, как будто, потому что у них были другие одежды. И такой шум, и все славили Бога. И мы с вами также должны себя всегда ощущать, что неважно, сколько вас, неважно, может быть, даже вы троем где-то молитесь, может, вдвоем где-то молитесь, может быть, вы в толпе или еще как-то, вы должны понимать, что вы это делаете для Бога, и это неважно, сколько вас здесь собралось. Это неважно, хоть там десятки тысяч собралось. Вам не нужно искать вот эту большую, огромную толпу, чтобы, знаете, сделать шум или еще что-то. Это не представление, это что-то другое, это хвала Богу. И один раз, когда было служение, я тоже молился, и я очередной раз, знаете, говорил такие слова, что «Господь Бог, дай мне слово, открой мне, покажи мне, объясни мне, чего я не понимаю». И я вот так примерно строил свою молитву. И знаете, немножко отходя от темы, мы все когда-нибудь ходили там в поход. Кто ходил в поход? В кемпинг или поход? Потому что все, я думаю, в основном ходили в кемпинг. Это значит, приехали на машинах, развернулись, все, хорошо выстроились и пошли. Но поход это, когда ты реально собираешь сумку, когда ты реально собираешь вещи, ты там подготавливаешься, ты так продумаешь, так вот, в этом месте мне нужно будет, не знаю, дрова. Как мне их добыть там? Руками же я не смогу ничего сделать, да, просто. Мне нужен там топор или пила. И мы как бы должны подготовить себя. Но когда мы это делаем в первый раз, всегда такое происходит, что «А как мне это туда запихать?» Это не вмещается просто. Эта сумка, она не вмещает того, что мне реально надо. Потому что у меня, может быть, нет специального оборудования, может быть, у меня какие-то слишком тяжелые вещи. И мы сталкиваемся с проблемой, что эта сумка, она просто этого не вмещает. Так же бывает, когда мы с вами планируем куда-то поехать на машине. Мы должны четко продумывать, где мы остановимся, чтобы заправиться. Потому что наш бак не может вместить, там, знаете, ну, например, 50-100 литров максимум. Но не можем вместить 150-200, чтобы доехать, куда глаза глядят. И поэтому, так же и с нашим с вами духовным человеком, он не всегда готов вмещать. Он не всегда, у него есть такая возможность вместить. И когда я молился тогда, я просто задумался об этих словах, что мы каждый раз, не только я и вся церковь, наверное, и все мы часто спрашиваем Бога и просим у Него слова для нас. Но потом я думаю, а готовы мы ли вместить это слово? Готовы мы его реально принять? И как часто, наверное, получается так, что мы по факту не готовы? Мы ходим на собрания, ну, три раза в неделю. Мы участвуем в домашних группах. Мы сами с утра можем разбирать слово. Мы можем слушать каких-то проповедников, которые нам нравятся, свидетельства и так далее. И как бы, знаете, если наша духовная жизнь, она активная, то мы постоянно слышим слово Божие. Но большой вопрос, реально слышим ли мы его, вмещаем ли мы его, принимаем ли мы его, сохраняем ли мы его. Или это просто получается, как, знаете, как на лекцию сходить. И, например, часто очень те, кто учится, им говорят о том, что ты, во-первых, конспекты должен вести, по пунктам все записывать, дома домашнее задание делать, как практику. Если ты этого делать не будешь, все, что ты здесь сегодня услышал, ты забудешь. Запомнишь только, как тема называлась. И так же и нас с вами происходит. Если мы с вами не готовы, не можем вместить слово Божие, то оно проходит просто мимо нас. Но при этом мы все каждый очень часто молимся о том, чтобы Бог нам дал это слово и дал нам откровение. Знаете, давайте посмотрим, какие ситуации были в Библии и с библейскими персонажами насчет этой темы. Матфея, 26 глава, 30 стих. И, воспев, пошли на гору Илеонскую, тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне. В эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня, — говорит имя Петр, — «Хотя бы надлежало Мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя, — подобно говорили и все ученики». Был ли Петр тогда искренний? Конечно, он был искренний. Знаете, мне нравится, я помню, в детстве смотрел фильм «Жизнь Иисуса Христа». Он старый фильм, 79-го года, что ли. Я прям помню эти все его сцены, да, как Петр подходит к Иисусу, он берет его за руку и говорит, «Я не отрекусь, если бы даже все отрекутся, я не отрекусь». Как вы думаете, Петр был тогда неискренним? Помышлял он что-то в своей голове тогда? Нет, он говорил, как он думает. Он искренне верил, что так и будет, он так и поступит, он на все пойдет, он все сможет преодолеть, он даже пойдет на смерть. Но когда пришла реальная ситуация, и это тоже очень, знаете, такие впечатлительные кадры. Он идет в толпе, и какая-то женщина спрашивает его там, а не ученик вот этого человека, да? И там Иисус сидит на полу, его уже побили, он уже такой, знаете, израненный. И Петр говорит, нет. Он отрекся первый раз, потом второй раз отрекся, и отрекся третий раз. И пропели петухи. И потом, знаете, такая сцена, я помню это просто, потому что я ребенком был, я запомнил это. Он заходит за такую, как бы, как каменную стену, и потом так горячо просто рыдает. И говорит, прости, прости. И знаете, был он тогда искренний? Конечно, он был искренний. Был ли он тогда честный, когда говорил Иисусу, что он не отрекется? Конечно, он был. Он в это искренне верил. Он реально так и думал, что так и будет. Но тогда, на тот момент, сам Петр, он не мог вместить этих слов Иисуса Христа, который говорил ему, что вы отрекетесь. Он не мог понять, он не мог принять их, он не мог, знаете, перед ним стоит Иисус Христос, Сын Божий. Он же знал об этом, он за ним шел. Они вместе служили, он видел чудеса. И этот человек, Бог, Иисус Христос, он говорит ему, ты отречешься. Что, по идее, должен сделать Петр? Упасть на колени, просить прощения и так далее. Но тогда он не мог вместить этих слов, он не мог их понять, он не мог принять их, он не соглашался с ними, в нем был протест, он был другого мнения. И он сказал, нет, так не будет. И все равно так произошло. И мы знаем, как история-то закончилась. В любом случае, у нас, например, нету точных данных, как умерли апостолы, да? Но есть какие-то примерные данные, как это, скорее всего, было. И, например, Петр и Павел, они, скорее всего, были распяты в конце своей жизни. И смотрите, да? Вначале, вот мы читали эту историю, Петр говорил, что он не отречется, что он пойдет и на смерть за него. Но он как бы не был готов это вместить. И в итоге так и произошло. Но в итоге, в конце его жизни, он все равно прошел на крес, и умер мученическую смертью из-за Христа, ради Христа. Другая ситуация, которая происходила с человеком, который подошел Иисусу, это Луки 18, 18. И спросили его некоторые из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал им, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, ни прелюбодействуй, ни убивай, ни кради, ни лжесвидетельствуй, почитай отца твоего, мать твою. Он же сказал, все это сохранил от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И в конце также Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божие, и не получил бы гораздо более все время, и век будущей жизни вечной. Чего не понимал вот этот человек, который спрашивал Иисуса, что он не мог себя вместить? Он не мог вот эти слова вместить, которые говорил Иисус в конце, что нет никого, кто бы оставил бы дом, жену и так далее, и не получил бы гораздо более. Он не понимал того, что если он расстанется со своим богатством, расстанется со своим имением, он получит гораздо большее богатство на небе и в этой жизни. Он это не мог понять. Представьте, да, мы с вами часто можем думать и рассуждать так, что вот бы мы оказались во времена Иисуса Христа, вот бы с Ним поговорить, вот бы Его подержать за руку, вот бы, вот если бы Он тогда мне сказал, пошли, я бы пошел бы. Там, знаете, вот такие вещи. Мы часто так думаем, но мы не знаем на самом деле, как бы это все произошло, потому что мы сейчас находимся в таких рамках, а там были бы совсем в других рамках. Смогли бы мы тогда бы вместить те слова, которые Иисус говорил в народу? Я не знаю. Мы сейчас искренне думаем, рассчитываем, ну, как-то верим, что это возможно, но не знаем. Потому что люди, и мы с вами на протяжении всей своей жизни слышим столько много назидания в нашу жизнь, знаете, какого-то, может, обличения, слов Божьих, и мы не можем порой это вместить, и мы сопротивляемся этому, и мы противимся этому. Мы не хотим это слушать, мы поступаем по своей воле. Также, например, если вспомнить историю Саула, помните, да, в конце его правления была как бы как война, и Самуил, он ушел и сказал, что ты должен ожидать меня, и когда я вернусь, тогда мы сделаем жертвоприношение, и тогда вы можете пойти там, наступление и так далее. Саул не мог этого ждать, он не мог, он не дождался Самуила, и он сделал сам это жертвоприношение. Он ослушался прямое повеление пророка, то есть Бога, знаете, как бы его повеление, что и в те времена вообще цари, они не могли и сами делать жертвоприношение, потому что пророк должен был делать, священник должен был это делать. Самуил, Саул в тот момент напрямую ослушался Бога и поступил совсем по-другому. Почему он так сделал? Вот почему? Он же знал, что, представьте, сам Бог его помазал быть царем, но что произошло в итоге? Он теряет царство. Наверное, знаете, представьте, когда Саула помазывали в цари, а это был первый царь, как он себя ощущал? Он, наверное, просто всеми словами благодарил Бога. Там был такой момент, когда он ушел и он пророчествовал, он устал и все удивлялись Саул, и он пророчеств, и он среди пророков. Это то, что сделала сила Божия с ним тогда. И он, наверное, все эти времена благодарил Бога за то, что он так его сильно благословил, что он его заметил, что он его употребил. И в одночасье из-за какого-то своего неправильного поведения, неправильных своих поступков, Саул, он лишается всего этого. Почему? Потому что на тот момент он не мог вместить, он не мог понять, что перед ним сам Бог, который говорит ему, что делать, что можно, что нельзя. Давайте подумаем, какие основные проблемы наши с вами, почему мы с вами не можем вместить Слово Божие? Почему мы порой не можем его принять, сохранить и так далее? Первое, наверное, самое такое, что влияет на все это, это время. Так же, как с Петром получилось, когда он был еще таким учеником, он тогда не мог понять этих слов, он не мог поверить настолько, насколько должен был поверить. И получилось так, что случилось так, как сказал Иисус Христос. Но прошло другое время, пришло другое время, когда он действительно пострадал за имя ради Христа, и он был, и он умер мученицкой смертью. И так часто у нас происходит с вами, что мы с вами просим что-то у Бога, и мы думаем, а почему Бог сейчас не отвечает? Ну, это вроде нам сейчас нужно. Вот это слово нам сейчас нужно, мне нужно действовать, мне нужно принимать какое-то решение. В моей жизни какой-то вопрос большой, мне нужно что-то решить. Что-то я без этого вот этого ответа, я не знаю, куда мне идти, что мне делать. И часто так в нашей жизни происходит. И Бог не отвечает, или Бог молчит, или тебе вообще непонятен ответ. А почему так происходит? Неужели Бог медлит? Неужели Он хочет тебя, знаете, в таком состоянии поддержать каком-то нервном или сложном? Нет. Потому что, скорее всего, если Он сейчас тебе скажет, ты это вообще не принес. Скорее всего, ты сейчас это не хочешь слышать, и ты сейчас просто отвернешься от этого? Или ты сейчас просто неправильно отреагируешь? Это очень часто так с нами, потому что мы спрашиваем, знаете, на такие очень важные жизненные вопросы. Мы просим у Бога ответы на эти важные жизненные вопросы, но мы не знаем, как мы с вами поведем себя, если получим ответ. Но Бог, Он знает. И я думаю, что часто Бог нам не отвечает, потому что Он знает, что ты не поймешь этот ответ, ты не примешь его, ты сейчас не можешь вместить этот ответ, ты просто поступишь по своей воле. Знаете, в моей жизни было такое, что когда-то кто-то мне говорил, как-то меня пытался назидать и так далее, но я тогда принимал свою точку зрения. Я решил, что я хочу делать так, как я хочу. И я просто не мог тогда вместить, понять, что это значит для меня, и что, если бы я так поступил, как было бы. И мы так часто с вами не осознаем это, мы не понимаем всей полноты, вы знаете, мы не видим этой всей картины. Потом, знаете, что очень сильно влияет на то, готовы и возможно ли нам, как нам вместить. Это наше с вами духовное состояние. Если мы с вами бодрствуем, если мы с вами, знаете, горим ради Бога, если мы с вами ищем Его, если мы имеем вот этот плоды Духа Святого внутри нас, то мы всегда такие кроткие, смиренные, терпеливые. Мы ищем, мы как бы, знаете, прислушиваемся. Как в Библии написано, знаете, будь скор наслышанней. Всегда ли мы скоро наслышанней? Конечно, нет. У нас есть что-то свое, что мешает. И когда нам кто-то что-то говорит, и даже если мы иногда чувствуем, что это, наверное, так оно и есть, мы не хотим это слушать. Мы не хотим принять это. Потому что если мы с вами это примем, то нам нужно будет так уже поступать. А это уже требует действий. Это уже не требует не просто лишь того, что мы услышим и примем. Это значит, что мы должны будет действовать. И знаете, когда мы с вами слышим Слово Божье, это еще одна очередная попытка Бога достучаться до нас. И для Бога важно, чтобы это было реально эффективно. Он же не такой, который хочет просто сказать тебе, что толку, если он тебе вот сейчас ответит, а ты это просто выбросишь. Ты скажешь, а, это мои мысли, а, это мне показалось, а, это, да, это все неправда, все есть другая сторона, о, а другой человек мне сказал иначе, слово прочитал где-то, тебе показал что-то по-другому. Понимаете, да, нет тогда никакого смысла Богу нам когда-либо что-то говорить, если мы реально это не примем и выбросим. Может быть, это очень драгоценное, что-то слово какое-то драгоценное, а мы его просто вот выбросим. Знаете, мы с вами сегодня как бы услышали о том, что нам необходимо быть такими людьми, которые примут слово, которые примут то, что Бог хочет нам сказать, то, что Бог хочет нам открыть. И, знаете, я часто слышу такое, что многие очень люди говорят о том, что ну вот, там вот этот проповедник, я его слушать не могу, я от него устал, или мне не нравится его стиль, или там мне вот это не нравится, или он скучный, или он такой. И я все время думаю, ну, мы не можем все равно так рассуждать о проповеди, о людях, которые проповедуют. Почему? Потому что это всего лишь, это в любом случае послание Божие. Это всего лишь, это какое-то слово, которое Бог обращает к кому-то. И ты всегда, если ты, если ты такой, знаешь, горячий, ты всегда найдешь в этом слове зерно какое-то. Ты можешь его выцедить, ты можешь, знаешь, среди всего того, что там еще будет сказано, может быть, как-то не совсем красиво, может быть, как-то скучно, может быть, где-то нету такого, знаете, такого внимания, остроты, интереса какого-то. Может быть, человек не может так привлечь внимание, но там будет сказано что-то важное, что Бог или Иисус Христос Он когда-то говорил, и эти слова имели огромное значение, и имеют огромное значение. Ведь мы все хотим быть победителями, мы не хотим быть поигравшими. А когда мы с вами хотим быть реально победителями в чем-то, мы всегда пытаемся и бежим к источнику. Как нам узнать, как быть победителем? Мы идем к тренеру и думаем, так, тренер, а почему вот здесь вот так, а здесь по-другому? А почему, если я делаю вот это, у меня не получается этого? И мы пытаемся, знаете, понять, мы пытаемся рассуждать. Если у нас что-то не так с организмом, мы идем к доктору, мы пытаемся разобраться, как же там, что не так. И мы даже просто сейчас в нашем уже современном обществе мы просто гуглим, гуглим и уже такими экспертами в медицине становимся, потому что обо всем мы можем прочитать. И в любом случае, тот, кто ищет, тот, кто хочет найти, он будет искать. Те, кто действительно заинтересован в том, чтобы найти, он будет искать. И если мы с вами действительно считаем себя последователем Христа, теми, кто его любит, тем, кто о нем мечтает жить той жизнью, которой Христос хочет, чтобы мы жили, то мы должны искать, где эти пути. И вот эти зернышки в проповедях, в слове, в общении каком-то, в каких-то откровениях, в твоих молитвах, ты должен выцеживать их. Вот так вот взять и как-то пытаться разбирать, быть внимательным на этом. Знаете, я очень люблю людей, которые наполнены Словом Божиим и которые постоянно говорят, вот знаете, я сегодня об этом прочитал, вот вчера мне вот это вот пришло. И я вот вижу просто такую активную духовную жизнь, когда человек именно в таком состоянии пребывает, который интересуется Словом Божиим. И знаете, мы христиане, и больше всего в нашей жизни нас должно интересовать Бог и Слово Божие. Потому что не этот мир и не то, что в нем нас должно интересовать. Нас должно больше всего интересовать Бог и больше всего интересовать Его Слово. Иначе мы с вами будем двигаться в другом направлении, иначе наша жизнь будет развиваться по другому сценарию. И, к сожалению, мы не придем и не пройдем тот путь, который Иисус Христос хочет, чтобы мы прошли. Знаете, когда я представляю вот самый идеальный сценарий моей жизни, я представляю взлеты, падения, но я всегда представляю, что я стремительно бегу вперед. Я не то, чтобы где-то плетусь, завязываю шнурки, отворачиваюсь, верчусь. Я, может быть, испотыкаюсь, может быть, что-то не получается, но я все равно пытаюсь максимальной своей скоростью бежать. Не то, чтобы идти, не то, чтобы где-то, знаете, вот еле-еле, но максимально, максимально. И я думаю, что, я верю, что каждый из нас должен вот так вот о своей жизни думать, что ты должен сделать максимум, что ты можешь для Бога. Если ты не сделаешь максимум, ты будешь сожалеть об этом. Ты будешь сожалеть на небесах об этом. Если ты сделаешь 50%, ты будешь на небесах думать, я бы мог сделать больше. Ну вот у меня тогда была такая ситуация. Тогда я бы мог это сделать, тогда я бы мог кому-то помочь. Почему мне тогда любви не хватало? Почему мне тогда дерзновения не хватало? Почему, когда рядом был мой какой-нибудь друг, который увидал веры, почему я его тогда не поддержал? Почему я тогда, знаете, как-то поленился? Почему я не оказал внимания? Почему сочувствия я когда-то не оказал? Мы все с вами об этом будем сожалеть когда-то на небесах. Поэтому я желаю для каждого из нас, для нашей церкви, для нашего города, для всех христиан вообще, чтобы мы проживали с вами тот максимум, который мы можем прожить для Христа. И всегда стремились к Нему, и всегда стремились к тому, чтобы Его Слово, оно жило в нас, мы Его слышали, мы имели такую возможность, такую способность вмещать Его. Аминь. У нас, наверное, будет еще Слово, да? Специально для Марии. Я надеюсь, еще есть терпение немножко, да? Друзья, 15 минут 30. Хорошо. Хотел бы, знаете, может быть, вначале сказать такой итог моего наблюдения, моей жизни. Вообще, вы часто анализируете и по какому-то опыту приводите, делаете вывод. Занимаетесь этим? Это правильно, это важно. И вот я бы хотел поделиться сегодня некоторым выводом моей жизни. Может, для кого-то это будет банально, может, для кого-то это будет очевидно. Но знаете, на протяжении многих лет, зная Бога, ходя в церковь, я об этом не задумывался. Я на это, ну, это происходило машинально, это происходило, знаете, автоматически. Бог, Он направлял и действовал так, и благословлял меня. Но вот последнее время, может быть, последний период Господь, Он обостряет мое внимание на этот счет. И я часто об этом, ну, говорю как-то на сцене, когда вначале молимся, вначале служения. Вот есть цель, есть цель посещения служения, есть цель изучения Слова Божьего, есть цель молитвы. Как вы думаете, какова эта цель? Зачем мы это делаем? Для чего мы приходим в церковь? Для чего мы изучаем в Писании много правил, много Божьих уставов, которые Он говорит нам? Просто если посещение церкви будет совершаться нами для того, чтобы просто посетить церковь, если мы будем молиться просто, чтобы помолиться, знаете, молитва ради молитвы, изучение Слова Божьего ради изучения Слова Божьего, не будет эффективно знать много мест Писаний, да? Просто знать, просто изучать это. Но вот если наша жизнь, она целеустремлена к Богу, если то, что мы делаем, если это приводит нас в присутствие Божие, то это имеет благословение для нас. И я просто раз за разом убеждаюсь и вижу в этом такую привилегию для человека. Это ведь особенное такое право для нас находиться в Божьем присутствии. Хотя мы этого не заслужили, хотя мы, знаете, не сделали ничего достойного или равносильного того, чтобы нам быть в Божьем присутствии. Но Христос это совершил за нас на кресте. Он открыл это святое святое святы, где мы можем находиться, да? И вот сегодня у нас как для людей, как для христиан, как для молодежи, для подростков, для детей, да, очень важно в своей жизни понять, не знаю, там сзади слышат меня на Камчатке, а еще дальше там есть люди, очень важно понять, почему ты приходишь сегодня в церковь, почему ты читаешь Библию, почему ты сегодня молишься. Может быть, эти процессы в твоей жизни и в моей жизни, они были автоматически, потому что так надо, потому что так все делают, да? Но когда мы понимаем в своем сердце, в своем разуме, что вот это тот инструмент, когда мы пришли на собрание, когда мы поклоняемся, когда мы молимся, это тот инструмент, который нас приводит к присутствию Бога. Вот в этом есть изюминка, в этом есть этот ключ, этот успех и благословение для нас. Когда мы изучаем Божье Слово, и оно, знаете, оно нас приводит, потому что написано Божье Слово, оно Богу духовновенное и полезно для научения, для наставления, для исправления в праведности, да? То есть вот когда Божье Слово, оно читается нами, когда мы вникаем в него не для того, чтобы просто традицию, сегодня мы открыли Библию, значит, мы молодцы. Не для того, чтобы нам цитировать, да, в диалогах Писания, какими-то мудрыми показаться, но когда вот то, что мы делаем, оно приводит нас в Божье присутствие. То, что мы делаем, оно нам приближает нас к Богу. И вот тогда вот это имеет благословение, тогда имеет большую радость и большой, знаете, большой результат в нашей жизни. Только при таком условии. Потому что если, знаете, как бы жить по правилам Бога, но без Бога, это будет или религия, или это будет много шишек на голове, это будет разочарование. Но вот сегодня, да, Господь, Он стремится к человеку, Господь стремится, желает, Он ищет поклонников, Он призывает, Он зовет к себе народ, Он зовет народ в церковь свою, чтобы получить, чтобы дать благословение для своих детей, да. И вот когда мы идем, идем к Богу, когда в нашем сердце всегда есть понимание, осознание, почему я сегодня нахожусь на молодежном служении, почему я в понедельник прихожу на молитвенную, почему я открываю Писание. И когда вот у тебя, у меня есть осознание или понимание, то, ради чего мы это делаем, это принесет большое благословение. Еще что важно, это принесет перемены, это принесет изменения. Божье Слово говорит так, что человек посеет, то пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, пожнет то, что, знаете, теряется, то, что увядает, то, что можно разрушить. А человек, сеющий в дух, пожнет жизнь вечную. И вот этот принцип, он актуален, и весь мир, он как бы задействован под это. И поэтому вот твои мои действия, твои мои решения, они будут определять выводы, будут определять как бы последствия. Поэтому вот пусть твое мое сердце, пусть наше стремление, оно всегда будет именно к Богу. Вот, знаете, пусть он будет центром, центром того, к чему мы стремимся, к центром того, куда мы приходим, вот в собрании, в служении. И в этом я увидел благословение, в этом я увидел, знаете, такой, может быть, ключ, перемены. И хотя, как бы, я реально не заслужил такого. Я не заслужил Божьего благословения, я не заслужил своей жизнью, знаете, какими-то ошибками, какими-то промахами того, что делает Господь. Вот, как бы, как сказать, по-человечески ты понимаешь, что, ну, тебе это не принадлежит. Но зная Божье сердце и зная, что когда ты приходишь к Богу, вот когда реально к Нему приходишь, когда реально приходишь в Его присутствие, когда ты говоришь Ему слова любви, то, знаешь, оно, вот твои ошибки, твой грех, твои прошлые какие-то поражения, они не будут решающими, они не будут определять твое будущее. А вот когда Бог придет в твое присутствие, к тебе рядом будет с тобой, вот это будет определять твое и мое будущее. Это будет решающим. И поэтому, знаете, вот я удивляюсь Божьему сердцу. Я удивляюсь Божьему желанию исправлять жизнь человека, изменять, благословлять и вести человека. Поэтому вот небольшое такое слово. Я хотел, конечно, еще другую историю взять, но я не буду уже, потому что есть время. Она как бы тоже, можно из этого ее, из того, что я сказал, тоже можно в этом контексте ее рассмотреть. Но вот такое мое пожелание для детей, для верующих, для христиан, всегда пусть твой и мой фокус, он будет на главном, это на Христе. И вот просто что для этого нужно? Для этого нужно желание и искренность. Нам не нужно сегодня никаких обрядов, нам не нужно никаких долгих таких церемониальных каких-то процессий. Мы сегодня приходим к Богу. Бог, Он вездесущий, Он везде есть. Мы от Него не можем сокрыться. Лишь нужно свое сердце настроить. Лишь нужно, знаете, сфокусировать свое внимание, потому что есть много суеты, много каких-то интересов, увлечений, которые могут нас выхватить из Божьего присутствия. И опять же, мы можем вспомнить в этот момент, человек, сеющий в тлении, плоть пожнет тлением. Поэтому всегда удели внимание и силы, и стремление, чтобы сеять в дух, чтобы сеять в то, что оно неприходящее, то, что неизменно, то, что развивает твои мои отношения с Богом. Вот это важно, и вот в этом хочется помнить. И вот такая мысль, она достаточно банальная, она достаточно стандартная, но я не всегда об этом думал. Я всегда шел в церковь и чувствовал благословение, чувствовал такую силу перемен после собрания. Но я не осознавал, что, знаете, это Бог рядом, Он касается, Он благословляет. Я как бы шел, можно сказать, по привычке. Я молился, любил молиться, да, люблю молиться, когда Господь дает такое желание. Но я не всегда понимал, что это приводит в Божье присутствие. А вот когда Господь рядом с тобой, со мной стоит, тогда, знаете, эти процессы, они сокрыты от нашего разума, они сокрыты от какого-то физического понимания. Но в молитве Господь, Он работает с твоим моим духом, и это всегда имеет плод, духовный плод, который, он неизменен, который, знаете, он нетленный. И поэтому, вот нам это важно. И просто вот желаю тебе и мне, да, учиться, учиться наблюдать и научиться вот делать эти духовные процедуры посещения церкви, просто даже делать добро, делать, знаете, правильные вещи, помогать, благословлять. Это делать, ну, ради Христа. И вот Слово Божье, оно имеет большое благословение в том аспекте, в том формате, что оно нас учит. Учит тому, как правильно, знаете, правильно строить свою жизнь, чтобы мы были способны находиться в Божьем благословении. Оно полезно для научения, для назидания, для исправления, для наставления в праведности, да. Вот оно имеет ряд условий для нас. И почему мы ходим в собрания, почему на каждом служении, в каждой встрече есть время, отведенное для Слова Божьего, потому что это очень важно. Оно помогает нам или направляет нас в Божье присутствие. Поэтому, знаете, вот есть Божьи правила, установки, которые мы читаем в Писаниях, они оставлены для нас. Не просто, чтобы Бог хотел, чтобы мы просто какие-то правила знали и исполняли, вылетело Слова. То есть нет смысла в правилах ради правил. Понимаете меня? Нет смысла, чтобы говорить какие-то слова, как красиво молиться, как-то красноречиво, какие-то там виртуозные, использовать формы обращения к Богу. Если в этом нет цели, прийти к Богу. Это все теряется, это все напрасно. Но вот если мы слушаем Божье Слово, что Максим говорил, что пастор проповедует, что, знаете, прославления тоже постоянно в прославлении говорят, мне нравится, Оля, Маша такие хорошие слова говорят, назидание. Если мы это слушаем, если мы это принимаем и делаем это ради Бога, не для того, чтобы просто сделать, не для того, чтобы показаться кому-то, кем-то, а чтобы это привлекало нас к Богу, приближало, тогда это будет иметь большое благословение. Я думаю, что каждый человек, он хочет, чтобы его действия, его решения, его дела, они имели положительный, позитивный результат. Я думаю, что все с этим согласны, да? И вот нам важно научиться, важно научиться, вот все, что бы мы ни делали, к чему бы мы ни стремились, это делать всегда под руководством Бога, всегда вот стремиться в Его присутствие. И вот когда Божье присутствие, оно никогда не принесет разочарования. Если мы принимем какие-то, стремимся по плоти, по-человечески, к каким-то амбициями, это может, чаще всего это разочаровывает, это огорчает, это приносит какой-то урон. Но вот когда мы находимся в Божьем присутствии, и Он руководит нашей жизнью, Он направляет, Он благословляет, Он открывает дверь, куда идти, куда ехать, что делать, то это всегда будет благословением для нас. Поэтому это такой очень очевидный факт, о котором я говорю сегодня, очевидное такое правило, или закон, но что бы вы ни делали, что я учусь тоже этому, что бы я ни делал, пусть это всегда приводит тебя в Божье присутствие. Я думаю, что грех или, знаете, какие-то вещи неправильные, они никогда не приближают нас к Богу, они никогда не дают возможности Богу действовать в нашей жизни. Но если, вот опять же, Слово Божие является руководителем, как светильником, Давид говорит, он светильник для ноги моей, то есть он освещает путь мне. Вот Слово, оно ведет нас в Божье присутствие. И в Божьем присутствии есть благословение для нас. Это такой ключ, такое, знаете, как это сказать, сокровище. сокровище. Поэтому, вот если ты не видишь перемен каких-то, если ты не видишь изменений в каком-то вопросе, в каких-то ситуациях, значит, просто нужно приближаться к Богу, нужно находиться в Его присутствии, потому что сами собой мы как бы не можем ничего изменить своими силами, своими какими-то возможностями, усердием, напрягами, не получится. Но когда приходит Бог, то оно все меняется, оно все преображается. Приходят, знаете, шаг за шагом перемены, этап за этапом все преображается, все изменяется. Вот это делает все Божье присутствие в нашей жизни. И поэтому ключевой такой момент. Вот просто, что бы ты ни делал, пусть это всегда ведет тебя. Ведет к тому, чтобы быть рядом с Богом. Вот это реально круто, это реально благословение. И это то, чего лишен этот мир. И это большая потеря для человека. Это самая, наверное, самая главная потеря или, может быть, как-то сказать, потеря для человека, это быть в небожьем присутствии. И самое ценное и благословенное, это почему мы приходим в церковь? Потому что мы чувствуем здесь Божье присутствие, потому что мы здесь чувствуем благословение. Знаете, и наш Дух к этому стремится, потому что просто тогда мы чувствуем Божью любовь, она изливается на нас, и это изменяет нас. Поэтому будьте благословенны. На этом наше служение, наверное, я думаю, заканчивается. Ищите Бога. Всегда пусть твоя моя молитва и доброе дело изучения Слова Божьего, посещения церкви, оно пусть будет всегда тем, что приближает тебя ко Христу, что помогает тебе быть рядом с Ним. Это будет всегда на пользу тебе, на пользу мне. Аминь. Аминь. Мы встанем на наши ноги. Мы еще споем что-то? Или не споем? Споем? Давайте мы помолимся тогда. Сейчас еще поклонимся. Дорогой Господь, мы славим Твое святое имя Иисус. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты так сильно любишь нас. Господь, мы благодарны, что мы можем знать Тебя, Божий, и мы можем быть в Твоем присутствии, и мы можем, Господь, быть сегодня Твоими детьми, иметь наследие, иметь вечную жизнь, Господь. И это просто потому, что Твое сердце, оно любящее, потому что Твое сердце, оно пропитано, оно переполнено благостью, добротою. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты сказал это слово. Кто видел меня, тот видел Отца. Иисус, мы благодарны, что Ты нам показал Отца. Ты показал нам Его любовь, Его характер, Его сущность в Твоем служении, в Твоем стремлении к людям, в Твоему желанию любить, Твоему посвящению, Иисус. Ты показал Своё стремление, Господь, Свою любовь и любовь Отца через Твою голговскую жертву. Господи, пусть это для нас никогда не потеряет ценности. Господи, пусть это никогда не потеряется, просто Господь не уйдет из нашей жизни. Но помоги нам взирать на Твою славу, взирать на Твое воскресение, Господи, и всегда искать Твоего присутствия. Боже, вот мы здесь при Тобое, как Церковь Твоя. Мы благодарны, что Ты учишь нас в собрании, Господь, в молитве, в тайной комнате. Ты учишь нас, Господь, как быть в Твоем присутствии, Боже. И мы просим Тебя, не отними у нас этой привилегии. Не отними нас, Господь, быть рядом с Тобой, потому что это то, что нам нужно, Господь. Это то, в чем мы нуждаемся. Это то, что, Господь, дороже и ценнее жизни, дыхания, Господь, всего другого. Господи, вот мы для Тебя, Дух Святый, мы благодарны Тебе, что Ты работаешь нас. И, пожалуйста, пусть Твоя работа, пусть Твоя рука, Господь, преображает нас, чтобы нам быть рядом с Тобой и всегда держаться за Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Поклонимся еще нашему Господу. Прими жертву Ты мою, на колени становлюсь, о, Бог, Бог, для меня. Жизнь, что раз нет Тебя, направляй меня всегда, Ты любовь, что держит нас. Живу, чтоб славить Тебя, О, Иисус, Живу, чтоб славить Тебя, Вот я здесь, чтоб славить Тебя, Всем, что я есть, славить Тебя, Поклоняясь духе истине, Возносим руки, Славя Тебя, Мы славим Тебя, Прими жертву Ты мою, На колени становлюсь, Бог мой, Ты все для меня. Жизнь, что раз нет Тебя, Направляй меня всегда, Ты любовь, что держит нас. Живу, чтоб славить Тебя, Живу, чтоб славить Тебя, Вот я здесь, чтоб славить Тебя, Всем, что я есть, Славя Тебя, Всем, что я есть, Поклоняясь духе истине, Возносим руки, Славя Тебя, Буду славить Тебя, Вот я здесь, Чтобы славить Тебя, Всем, что я есть, Славя Тебя, Поклоняясь духе истине, Возносим руки, Славя Тебя, Буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, Буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, Буду славить Тебя, Вечна буду славить Тебя, тебя всем что я есть славя тебя поклоняясь духи и синий возносим руки славя тебя превозносим тебя Господь, спасибо тебе ты делаешь, Господе, что говоришь к нам помоги нам любить Хвоё присутствие помоги нам любить, Господь просто приходите нам в Твой дом, Иисус помоги нам жаждаст вас чтобы Господь в нем, в нем чтобы мы никогда не отрекались чтобы мы всегда шли и искали тебя всегда celebrates тебе И, Господи, дай нам это желание, возвращай нас, Господь, когда первой любви к этой жажде, Иисус. Мы славим Тебя и благодарим наш Небесный Отец. Любим Тебя всем нашим сердцем. Хотим быть преданным мы Тебе и всем нашим сердцем, всем нашим естествам. Поклоняемся Тебе и превозносим наш Небесный Отец, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте вознадим аплодисменты, просто знак уважения. Аминь.